Сегодня в Караганде готовятся к чествованиям горняков. Профессиональный шахтерский праздник отмечают вот уже в 68-й раз. На торжественных собраниях вручают почетные знаки «Шахтерская слава». Знак имеет три степени и вручается за доблестный труд. А он в шахте всегда нелегкий и опасный. День шахтера традиционно отмечают в последнее воскресенье лета. Сейчас мало кто помнит, но это связано с Алексеем Стахановым. В ночную смену с 30 на 31 августа 1935 года им был поставлен мировой рекорд. За 5 часов 45 минут при норме 7 тонн он добыл 102. Потому среди множества горняков, добывающих всевозможные полезные ископаемые из недр земли, угольщики в этот день на особым положении. Уголь – это первый и самый распространенный вид ископаемого топлива, используемого человеком. Уголь – это остатки растений, живших от 40 до 50 миллионов лет назад. Уголь – это хлеб промышленности и тепло зимой. Уголь добывают около 50 тысяч казахстанцев. Бывает каждая смена, где-то она по-своему сложная. Это труд настоящих мужчин. А если так смотреть, как сказать, в розовых очках, то, естественно, это не для тех работ. Первые шахты в отечественных степях появились еще в середине 19 века. Недр Центрального Казахстана тогда осваивали российские купцы и английские бизнесмены. Широкое же развитие угольная промышленность получила в начале 30-х, уже 20 века. Рядом со Сталином кусок Кузимбай. Историческая такая фотография. Это было совещание горняков СССР. К 50-м за Карагандой уже закрепилось звание третьей кочегарки СССР. Вокруг города уже около 50 шахт. При этом главным орудием труда остается отбойный молоток, а помощники – кони. Ну и бывали каверзные случаи, когда они, вот, были такие дни, что в субботу, воскресенье шахта не работала, покидали конный свой двор подземный, уходили на поверхность, и тогда шахта была парализована. Но они были очень чуткие, они очень хорошо знали даже условия горные. Удары молотка в шахтах перебивало лишь пение птиц. На подземную службу брали канареек. Пернатые, как никто другой, чувствительны к содержанию взрывоопасного газа метана. Сейчас их сменили вот такие электронные датчики. Все оборудование в шахте несколько увеличено в габаритах по металлу, по толщине металла, по объему и так далее. Потому что именно с точки зрения взрыва безопасности. Чтобы забрать у природы уголь и выжить в борьбе с подземной стихией, дисциплина здесь должна быть полувоенная. Недаром вплоть до 80-х у шахтеров была своя форма. Иерархия и знаки различия, как на флоте. Это специальный костюм шился по заказу, с регальным, и все. Тогда были как бы военизированные, считаясь, они руководители. Директор первого ранга, директор второго, директор третьего ранга, генеральный директор. Сейчас на шахтах все изменилось. Деревянные опоры заменили металлические. Людей, техника. Многие подземные профессии остались только в воспоминаниях ветеранов. И чаще всего вспоминают они, конечно, лампоносов. Бензиновые светильники требовали частой дозаправки. Молодые парни, 12-13 лет, во время войны, женщины, берут несколько и идут по забойу. И раздают, меняют лампы. Все пожилые директора, которые в 64-м году работали, они все вышли с лампоносов. Качество угля опытный шахтер может определить на глаз. Только в карагандинской свете его 25 марок. Черное золото различает по химическому составу, размеру пласта, геологии происхождения и географии добычи. И по традиции у каждого вида свои имена. Сейчас по разведанным запасам угля Казахстан занимает восьмое место в мире. Если добывать его в том же темпе, что и сейчас, этого хватит еще на несколько сотен лет. Сейчас уголь на карагандинских шахтах добывают с глубины от 300 до 600 метров. Но представьте себе перевернутый небоскреб в 100 этажей. Здесь практически постоянно одна и та же температура, 15-20 градусов и абсолютная тишина. Правда, в дальних выработках. Не космос метры грунта надо мной, и в шахте не до праздничных процессий. Но мы владеем тоже внеземной и самою земною из профессий.